МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно 60 лет назад, в 1961 году, в закрытом Арзамасе-16, при городском комитете комсомола было образовано литературное объединение «Радуга». Подрастает новое поколение поэтов и писателей. Преемником искорки стала Литошка, литературное объединение школьников при Доме пионеров, который ныне называется двортом детского творчества и которым долгие годы руководила все та же любовь Ковшова. А затем она передала эстафету Марине Зубовой, и та с пятого года выпустила почти две сотни ребятишек. Между прочим, и вот об этом нужно сказать особо, Любовь Петровна взяла на себя еще один непомерной сложности труд. Она создала и на протяжении многих лет вместе с супругом Константином Николаевичем издавала общественный литературно-художественный журнал «Нижегородская провинция». И тот входил в тридцатку лучших региональных журналов подобного рода и удостоился похвалы знаменитых мастеров слова. К примеру, был отмечен самим Ганичевым, председателем Всероссийского союза писателей. Ныне другое время, но «Радуга» вне всяких сомнений до сих пор осталась легендарным и уникальным явлением в культурной жизни города. Я еще раз повторю, что во многом благодаря Любови Копшовой в небольшом городе появились девять профессиональных писателей и поэтов. Поверьте, девять – это много для города с населением менее ста тысяч человек. Но много – это не значит достаточно. Много в данном констекте означает сильно. Недаром наших земляков стали охотно публиковать современные толстые литературные журналы, которые, по сути, взяли на себя функции проводников российской литературы к читателям, размышляющим, требовательным, воспитанным на качественной прозе и поэзии, но зачастую растерянным в бурном, и что грех оттаить, где-то и мутном потоке противоречивой информации. Так что же отличает нашу радугу от немногих ли то, сохранившееся в современной России? Высокая требовательность, в первую очередь к слову, к художественному качеству, а еще к мысли, заключенной в том или ином произведении, к идее. При этом радужане хранят традиции русской и советской литературы на страницах собственных книг, которые они издают, невзирая на финансовые сложности, находят себе дорогу сами и помогают своим единомышленникам. Многие архивные кадры нашего литературного объединения сохранила Галина Степановна Сывороткина, которая всегда создавала условия для его работы в стенах Дома ученых. И вот эти телеочерки, которые вы только что посмотрели, лишь часть палитры радуги, которой в этом году исполняется ровно 60 лет. О великом значении слова сказано еще на заре человечества. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Именно так начинается Евангелие от Иоанна, составленное любимым апостолом Христа 2000 лет назад. Но кто ныне возразит, что в начале любого дела всегда бывает слово? Более того, слово является кирпичиком каждого чуда, потому что правильно произнесенное слово имеет молитвенный смысл. Люди долго собирают такие слова, ибо они жизнь притягивают. Добрыми словами заговоров знающие люди раньше болезни излечивали. А перед словами преподобного Серафима даже медведь преклонялся. И во все, даже самые холодные времена, были те, кто владел словом. Проповедники, писатели и учителя. А сейчас вроде бы оттепель, но что-то не то. Мы как будто в зимней спячке находимся. Вот только в моем сознании все стены всех школ на свете покоятся именно на учительских словах-кирпичиках. Более крепкого основания я и представить себе не могу. Помните, как сказано у другого апостола, Матфея? Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слышите? Все-таки будет. И мы будем надеяться на это и терпеливо трудиться. Каждый на своем месте выпекать мягкий теплый хлеб или теплые слова. И к слову сказать, чтобы узнать настоящий русский язык и родное слово, сначала неплохо бы познакомиться с настоящей историей своего родного края. Вот посему писать мелкий опусу на злобу дня в сегодняшнем бардаке меня не прельщает. Злобы в нынешних днях хватает и без моего вклада. Ведь слова имеют свойство материализовываться. Поэтому мы и выпускаем настоящие исторические очерки. Ведь если их не сделать сейчас, то через десяток лет мы уже никогда не узнаем того, что происходило с людьми, жившими здесь прежде нас. Да и расспросить зачастую бывает уже некого. Ведь некоторые слова уходят вместе с людьми. Поймал себя на мысли, что это течение времени особенно наглядно видно тогда, когда стоим в автомобильных пробках, на перекрестках. На светофоре красный свет и идет обратный отсчет секунд. 29, 28. Мы ругаемся, нервничаем и хотим, чтобы эти цифры, эти мгновения щелкали быстрее, чтобы скорее зажегся зеленый свет. А ведь это, осязаемо, убегает время и нашей жизни. А мы его еще и торопим и находим для себя шикарное оправдание. Нужно так много успеть сделать, так много сказать. Но кто их узнает, лет через 30, когда нынешнее время станет историей, не стало бы стыдно. И за слова тоже. Кому-то за сказанные, а кому-то за несказанные. Они, как сказочная вода, тоже бывают живые и мертвые. К сожалению, о теперешних временах запросто могут забыть еще более новые русские. Просто они читать перестанут. Или это будут уже не русские. Но чтобы Россия, как пел Игорь Тальков, стала страной не дураков, а гениев, нам бы надобно постоянно раскапывать правду о своей истории. Особливо о родном пепелище. Да что там говорить правду о себе, дабы познать самого себя. Чтобы потом гордиться своей родословной и беречь пронзительное и сочное слово бывалых людей. А мы опять этого не замечаем и проходим, проезжаем, проносимся мимо них. Не понимая, что суматошные современные трассы никуда не ведут. Однако звезды над ними горят ярче от того, что все сущее ждет Бога. Но мы опять-таки редко поднимаем глаза к небу. А мы еще многого не замечаем. Только под ноги смотрим, чтобы не поскользнуться на дерьме, которого в гламурном городе стало предостаточно. Но однажды, рано или поздно, навсегда влюбимся в Пресоровье, в эту глубинку России. Только за то, что живущий там наш родной Забулдыга, спотыкаясь и падая, попадает еще в теплый след Христа, только что прошедшего по этой самой дороге. И им не суждено разминуться на этом пути до самого конца. Почему же нам-то это не удается? Потому что мы смотрим и не видим. Слушая, не слышим и не знаем даже того, что многие ответы на многие вопросы, которые мы сами задаем себе в жизни, давно заключены в словах якобы случайно встречного в монастырских лесах старичка, который, поклонившись, угостит тебя сухариками и скажет небесными глазами, полными любви, «Вот ты и возвратился, радость моя, и мы проснемся». А в мозгу еще долго будут звучать эти теплые слова и всплывать в сознании вещьей строчки, которые апостол Матфей записал за учителем. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». «Слышите, все-таки будет». Редактор субтитров А.Семкин